Все женщины прекрасны, просто каждая по-своему. Однако некоторые дамы по какой-то причине загораются желанием нравиться всем и начинают следовать тенденциям, которые, к слову, построены на нереалистичных представлениях о теле. Одни прибегают к фотошопу, в то время как другие делают выбор в сторону пластических операций. Пластика похожа на вирус, и после первых удачных операций многие люди просто не могут остановиться, пока не наткнутся на неудачную. Сегодня я хочу рассказать истории про людей, чьи пластические операции пошли не так, как задумывалось. Привет, друзья! С вами профессор Гуглов. Подписывайтесь на мой канал, и мы начинаем! Билли Рукрофт В декабре 2018 года у жительницы Манчестера Билли Рукрофт возникла тяжелая аллергическая реакция на наполнитель, в результате чего губы девушки так распухли, что Билли испугалась, что они вот-вот лопнут. 23-летняя Рукрофт сделал процедуру стоимостью 170 долларов, косметолог, которого Билли нашла на фейсбуке. Всего через полчаса после этого губы молодой женщины стали опухать, а еще их стало сильно покалывать из-за быстрого разрастания тканей. Позже Билли рассказала, что стала похожа на человека-слона, и что ее ребенок боялся ее. Рукрофт отправила фотографии своих раздутых губ косметологу, который заявил, что никогда не видел такую реакцию, и посоветовал ей обратиться в отделение неотложной помощи. К тому времени, когда Билли добралась до больницы, она уже не могла говорить. В реанимации девушку продержали 7 часов, ей вкололи обезболивающее и сделали инъекцию стероидов. И на следующее утро губы Билли уменьшились в размерах. Чи В мае 2020 года жительница Китая получила с ее слов постоянное хмурое выражение лица после неудачной косметической процедуры. Женщина по фамилии Чи сказала, что сотрудники клиники Ханчжоу уговорили ее ввести филлеры для щек. Изначально Чи пошла в это учреждение на подтяжку лица, но ее уговорили пройти обе процедуры. Китаянка была совершенно недовольна конечным результатом, потому что даже спустя две недели ее хмурое выражение лица не исчезло. Менеджер клиники объяснил, что опухоль на лице временное явление. Оно такое сильное, потому что девушка перенесла за короткий промежуток времени несколько процедур. Он утверждал, что клиника возьмет на себя полную ответственность, если постоянно хмурая внешность Чи не исчезнет сама собой в течение следующего месяца. Но неясно, произойдет это или нет. Донателло Версачи В 90-х Донателло была скромной тенью брата Версачи и играла в модном доме Версачи второстепенную роль. После трагической смерти Кутюрье, Джани Версачи застрелили в 1997 году на пороге собственной виллы. Сестра взяла рычаги управления модной империей в свои руки и вышла на первый план. Не умаляя талантов этой неординарной женщины, стоит признать, когда-то Донателло выглядела совсем по-другому. К своим 62-м годам итальянка прошла через несколько подтяжек кожи лица, вставила в щеки филлеры, накачала губы силиконом и увеличила грудь. Что ж, она одна из самых влиятельных женщин в мире моды, а значит может позволить себе выглядеть так, как ей хочется. Эльза Паттон Это не персонаж фильма ужасов. Это богатая американка, решившая, что лучше стать силиконовым монстром, чем покрываться морщинами. 76-летняя Эльза Паттон, участница американского реалити-шоу «Домохозяйки Майами», светская львица и любимейший персонаж американских таблоидов. Благодаря участию в популярном телешоу, Эльза постоянно появляется на вечеринках и красных дорожках. Глядя на нее, становится очевидно, что в пластической хирургии главное вовремя остановиться. Анжелика Исаксон В 2019 году шведка Анжелика Исаксон нашла в Инстаграме дешевую турецкую клинику. Она поехала туда и за 6 дней пребывания в лечебном заведении девушки сделали подтяжку живота, бразильскую подтяжку ягодиц и увеличили грудь. Между прочим, последняя процедура может привести к ужасным осложнениям. 27-летняя Исакин изначально была довольна результатами, однако спустя несколько дней у нее воспалилась правая грудь. После того, как девушка вернулась в Швецию, шрам под грудью открылся и из него выпал имплант. Женщина обратилась в больницу. Врачи сказали, что во время операции она заразилась медициллинрезистентным золотистым стафилококком. Эта бактерия устойчива к антибиотикам, но ее все равно, пусть и не сразу, можно вылечить. Исакин отправилась домой, где ей пришлось ждать приема у пластического хирурга. Шведке приходилось надевать специальный бюстгальтер, и она была прикована к постели. Поскольку с каждым часом дыра в ее груди становилась все больше. К счастью, оба импланта были удалены и инфекцию устранили. Гаолю В феврале 2021 года китайская знаменитость поделилась со своими подписчиками в Вэйбу, главной соцсети страны, рассказом об ужасных осложнениях после неудачной косметической операции на носу. 24-летняя Гаолю, восходящая певица и актриса из Китая, встретилась с хирургом в Гуанчжоу по поводу, как предлагалось легкой коррекции носа. После четырехчасовой операции у девушки возникло раздражение в носу. Начался некроз отмирания тканей. Кожа на кончике носа становилась все темнее и начинала гнить. Повреждения были настолько серьезными, что Гао пришлось ждать целый год, пока ей смогли провести дополнительную операцию, чтобы исправить все это. Лю рассказала своим подписчикам, что впала в депрессию, однажды у нее даже возникли мысли о самоубийстве. Эта история вызвала дискуссию о растущем спросе на пластическую хирургию в Китае, в результате чего клиники часто работают без необходимых документов или нанимают недостаточно квалифицированный персонал. Китайцы описывают законы, применяемые к пластическим клиникам, как хаотические. И при этом в некоторых отчетах утверждается, что в 2019 году количество клиник, не прошедших необходимую аттестацию, было примерно в 6 раз больше, чем количество клиник, которые ее прошли. Неизвестный китаец. В 2020 году китайские СМИ рассказали о мужчине, у которого после процедуры по удалению ноги возникли серьезные осложнения. Сообщается, что неизвестный 22-летний парень всегда был недоволен своим ростом и мечтал, чтобы его рост был 180 сантиметров. Китаец поехал за границу, чтобы сделать операцию, в ходе которой ему перерезали кости ног и вставили приспособление для растяжки. Мужчина не упомянул, сколько он потратил на эту процедуру, но в некоторых случаях она может стоить более 100 тысяч долларов. К сожалению, пациенту во время операции занесли серьезную инфекцию, которая переросла в остеомиелит, потенциально серьезную инфекцию костей. Эта неудачная процедура привлекла внимание китайских средств массовой информации после того, как несчастный обратился за помощью к врачам у себя на родине. По словам доктора Ван Лея, который исследовал этот случай, такие операции сопряжены с высоким риском осложнения и сильной боли. Кроме того, у пациента были серьезные повреждения конечностей, что, по словам доктора Ванга, могло привести к необратимой инвалидности. Киоана Уивер В 2021 году две американки серьезно завалили после пластической операции, проведенной врачом, не имевшим необходимой квалификации. Привлеченных обещанием дешевых процедур двух женщин в один и тот же день прооперировал доктор Хесус Мануэль Баес Лопес. В 2015 году ему пришлось закрыть свою клинику за несоблюдение требований законодательств. Закон штата Нижняя Калифорния гласит, что только сертифицированные пластические хирурги, которым Лопес не является, могут выполнять такие процедуры, как липосакция и подтяжка живота. 38-летняя Киоана Уивер из Лонг-Бич едва выжила после того, как Лопес сделал именно эти косметические процедуры. У нее было кровотечение и гематомы, из-за которых женщина была госпитализирована на две недели. Вторую пациентку, Эсмеральду Ингес, пришлось срочно перевезти за границу после того, как у нее развился септический шок. Позже Ингес рассказала СМИ, что Лопес слишком сильно напряг мышцы ее живота, сжимая органы и ограничивая приток крови к почкам. К тому времени, как Ингес прибыла в больницу, у женщины отказали почки, она была на волосок от смерти. Ингес выжила, но в апреле 2021 года снова была госпитализирована из-за проблем с почками. Майкл Джексон Известный во всем мире, как король поп-музыки, Майкл Джексон, один из самых узнаваемых деятелей культуры 20 века и самый титулованный музыкальный исполнитель в истории. Он стал знаменит в 1960-х годах, как самый молодой член группы Джексон 5. И вплоть до своей смерти в 2009 году, Джексон был предметом многочисленных споров относительно его поведения, отношений и внешности. После того, как в середине 80-х Джексон стал выступать сольно, его внешность стала меняться. Цвет кожи певца стал намного белее. Это вызвало разговоры и последующую критику, что Джексон отбеливает свою кожу, чтобы она казалась белой. При этом некоторые утверждали, что это плохой пример для чернокожей молодежи. Джексона поставили диагноз «Витилиго» – заболевание, характеризующееся тем, что некоторые участки кожи теряют пигменцию, что приводит к постоянной и крайней чувствительности к солнечному свету. Джексон объяснил в интервью Опре, что не пытается быть кем-то другим и не пытается стать белым. Он использует светлый макияж и кремы для отбеливания кожи, чтобы скрыть неровно окрашенные участки кожи. Так многие считали, что Джексон пристрастился к косметической хирургии. По оценкам его близких, к 1990 году певец перенес не менее 10 процедур по изменению лба, скул и губ. Особые споры вызвал нос Джексона, и считается, что певцу сделали как минимум 6 тринопластик. Ходили слухи, что нос Джексона стал настолько хрупким после операций, что в какой-то момент фактически отвалился. И несмотря на все это, мне кажется, многие любят Майкла Джексон. Напишите в комментариях те песни, которые нравятся вам. Пока-пока. На этом все. Подписывайтесь на канал Профессор Гуглов и смотрите другие мои видео.